Над этими иероглифами располагалась фигура, которая явно была плодом фантазии художника, хотя импрессионистская манера исполнения мешала точно определить ее природу. Это было некое чудовище или символ, представляющий чудовище, или просто нечто рожденное больным воображением. Если я скажу, что в моем воображении, тоже отличающимся экстравагантностью, возникли одновременно образы осьминога, дракона и карикатуры на человека, то, думается, я смогу передать дух изображаемого существа. Мясистая голова, снабженная щупальцами, венчала нелепое чешучатое тело с недоразвитыми крыльями. Причем именно общий контур этой фигуры делал ее столь пугающе ужасной. Сама фигура располагалась на фоне, который должен был, по замыслу автора, изображать некие циклопические архитектурные сооружения. Записи же, которые содержались в одном ящике с этим барельефом вместе, с газетными вырезками, были выполнены рукой профессора Эйншелла, причем, видимо, в последние годы его жизни. То, что являлось предположительно основным документом, было озаглавлено «Культ Ктулху», причем буквы были очень тщательно выписаны, вероятно, ради избежания неправильного прочтения столь необычного слова. Сама рукопись же была разбита на два раздела, первый из которых имел заглавие, 1925-й, «Сны и творчество по мотивам снов» Уилл Кокса, Томас Стрит, 7, Провиденс, Лонг Айланд. А второй – рассказ инспектора Джона Леркса, Виллен Стрит, 121, Новый Орлеан, собрание ААО, а также 1908-й, заметки о том же, плюс свидетельство профессора Уэбба. Остальные бумаги представляли себе краткие записи, в том числе содержание сновидений различных лиц и сновидений весьма необычных, выдержки из теософских книг и журналов, в особенности из книг Скотта Элиота, «Атлантис» и «Потерянная Лемуря». А все остальное же – заметки о наиболее долго действовавших тайных культовых обществах и сектах, со ссылками на такие мифологические и антропологические источники, как «Золотая ведьв» и книга «Мисс Мюррей. Культ ведьм в Западной Европе». Газетные вырезки в основном касались случаев особенно причудливых психических расстройств, а также вспышек группового помешательства или мании весной 1925 года. Первый раздел основной рукописи содержал весьма любопытную историю. Она началась 1 марта 1925 года, когда худой, темноволосый молодой человек, нервически возбужденный, явился к профессору Эншеллу, принеся с собой глиняный барельеф, еще совсем свежий и поэтому влажный. На его визитной карточке значилось имя – Генри Энтони Уилкокс, и мой дед узнал в него младшего сына из довольно известной семьи, который в последнее время изучал скульптуру в художественной школе Рот-Айленда и проживал в одиночестве в Флэр-де-Лиз-Билдинг, неподалеку от места своей учебы. Уилкокс был не по годам развитый юноша, известный своим талантом и своими чудачествами. С раннего детства он испытывал живой интерес к странным историям и непонятным сновидениям, о которых имел привычку рассказывать. Он назвал себя психически гиперсинтезивным, а добропорядочные степенные жители старого коммерческого района считали его просто чудаком и не воспринимали всерьез. Почти никогда не общаясь с людьми своего округа, он постепенно стал исчезать из поля зрения общества и теперь был известен лишь небольшой группе эстетов из других городов. Даже клуб искусств Провиденса, стремившийся сохранить свой консерватизм, находил его почти безнадежным. В день своего визита, как сообщала рукопись профессора, скульптор без всякого вступления сразу попросил хозяина помочь ему разобраться в иероглифах на барельефе. Говорил он в мечтательной и высокопарной манере, которая позволяла и предположить в нем склонность к позерству и не вызывала симпатии. Неудивительно, что мой дед ответил ему довольно резко, ибо подозрительная свежесть изделия свидетельствовала о том, что это вовсе не имеет никакого отношения к археологии. Возражения юного Вилкокса, которые произвели на моего деда столь сильное впечатление, что он счел нужным их запомнить и впоследствии воспроизвести письменно, носили поэтический и фантастический характер, что было весьма типично для обоих разговоров. И, как я мог убедиться в дальнейшем, вообще было ею характерной чертой. Он сказал, «Разумеется, он совсем новый, потому что я сделал его прошлой ночью во сне, где мне явились странные города, а сны старше, чем созерцательный сфинкс или окруженный садами Вавилон». И вот именно тогда он начал свое бессвязное повествование, которое пробудило дремлющую память и завоевало горячий интерес моего деда. Предыдущей ночью случились небольшие подземные толчки, наиболее ощутимые в Новой Англии за последние годы. Это очень сильно повлияло на воображение Уилкокса. Когда он лег спать, то увидел совершенно невероятный сон об огромных циклопических городах из титанических блоков и о гигантских до неба монолитах, источавших зеленую и листую жидкость и начиненных потаенным ужасом. Стены и колонны там были покрыты иероглифами, а снизу с какой-то неопределенной точки звучал голос, который голосом вовсе и не был. Хаотическое ощущение, которое лишь силой воображения могло быть преобразовано в звук. И тем не менее, Уилкокс попытался передать почти непроизносимое сочетание букв. Ктулху вхтаган.